Этот вид спорта появился во Франции в середине 19 века. Правда, бельгийцы и итальянцы это оспаривают, утверждая, что зародился он именно в их странах. Речь идет о конкуре, самом зрелищном и захватывающем конном состязании. Его даже включили в программу Олимпийских игр. Но для того, чтобы увидеть настоящий конкур, не обязательно ехать в далекие страны. На базе детско-юношеской спортивной школы «Изумруд» вот уже несколько лет проводят открытые первенства по конкуру «Золотая подкова». Подробности в следующем материале выпуска. Открытое первенство по конкуру «Золотая подкова» – это хорошо известные и пользующиеся большой популярностью соревнования. В них принимают участие лучшие наездники со всего края. В прошлом году первенство не проводилось. Возобновить соревнования удалось только сейчас, чему спортсмены не сказано рады. Мы приехали с Астаницы Голубицка, Темрюхского района. Привезли одного спортсмена, начинающего. Раньше бывали старые года еще, а вот сейчас у нас возрождается конноспортивная школа. Нам нужна практика сейчас, накатывать нужно, чтобы спортсмен показывал результат, он должен как можно чаще выступать. Поэтому мы стараемся сейчас не пропускать никаких соревнований, чтобы накатывать, получать опыт. В первом этапе девятого открытого первенства района приняли участие команды из города Краснодара, Красноармейского, Калининского, Темрюхского и Славинского районов. С общим количеством 33 человека. Участников поприветствовал заместитель главы Славинского района, управляющий делами Артем Щеглов. Позвольте мне, в первую очередь, от имени главы района Романовича Сенеговского, от себя лично поприветствовать вас на этом замечательном сегодняшнем празднике спорта, открытии первого этапа, открытии турнира «Золотая подкова». Уважаемые ребята, я хочу пожелать вам здоровья, успехов. Я хочу пожелать вам пройти все этапы соревнований исключительно без травм, показав свой высший класс, ну и, конечно, пожелать как можно больше спортивных побед. Конкур по-другому еще называют барьерные скачки. Суть этих конных состязаний состоит в том, что лошадь вместе с ездоком за максимально короткое время преодолевает определенное количество препятствий и барьеров, расположенных по полю. Причем сделать это надо не только быстро, но и качественно, то есть не задеть ни один из них. К сожалению, сделать это бывает достаточно трудно. В соревнованиях приняли участие как именитые спортсмены, так и новички. Воспитанница Славинской детской спортивной школы «Изумруд» Ульяна Черная конным спортом занимается всего три года. И это ее первые соревнования. Эти соревнования мне дали большой опыт. Это мои первые соревнования. Я первый раз в них участвовала. Мне очень необычно было. Такой хороший опыт мне дали они. Моего коня зовут медалист. И сработались мы хорошо. Конь хорошо отъехал. И вообще все прекрасно. Учитывая, что это первое соревнование в жизни, Ульяна рассчитывала занять третье или четвертое место. Однако спортсменка смогла показать отличный результат. Она заняла второе место, уступив лишь своему тренеру Лидии Пивневой. Всего в копилке наград славянских спортсменов пять медалей. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».